как всегда всем привет мой любимый гость мой любимый у него глубокий аналитический ум журналист на мой взгляд джеймс коберт ребята как я обещал у нас новая тема для разговора как дела джеймс все хорошо спасибо что пригласили меня давайте поговорим немного о россии немножко о других вещах если вам интересно потому что я знаю ваш острый ум ваш острый анализ всегда на 99 процентов правильно и так называемые альтернативные сми да да альтернативные так называемые сми они пошли по одной дороге с односторонним движением это тупик они приняли о говорят у россии есть интерес она борется но она ведет войну но и так далее так далее бла 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 давайте немножко поговорим об этом давайте поговорим давайте поговорим о брикс там были совещания и нам убеждали альтернативные сми что это будет поворотным моментом в истории человечества новая валюта и спасет американской империи бла 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 и конечно это ничего не произошло потому что никогда так не происходит ну это все специально сделано ну то они хотят сделать региональную группировку которая будет моделировать подражать региональным группировкам которые преобладают на западной стороне это гегельская диалектика два крылья одной и той же империи хищной птицы мы все нормальные люди пытаемся выжить они спешат на конференции на своих самолетах видите брикс является зеркальным отражением различных группировок которые мы видим в американских государствах и другие и там сша является частью это допустим шанхайская организация это похоже на нато евразийский экономический союз который был буквально создан по образцу европейского союза и вы видите все эти родственные организации которые создаются на востоке должны быть аналогом того что на западе мы должны там сидеть и говорить что они нас спасут а брикс да даже не могут решить как они будут сотрудничать даже мы не ведем уже речи о общей валюте и премьер-министр индии сказал еще до конференции что это не повестки дня я не знаю почему все об этом говорят я не знаю почему российское министерство иностранных дел написала об этом в твиттере нет такого не будет индия отказалась все об этом обсуждает есть картинка которая представляет изображение новой валюты брикс и показывает дизайн этой валюты этого не существует я хотел бы знать откуда взялась эта фотография социальной сети и вот как сми используют информацию и переворачивают и также в альтернативных сми и все готовы проглотить эту ерунду и дезинформацию потому что они чувствуют что эти ребята борются против плохих парней да ура давайте их поддержим и все такое но тем временем они делают все в ногу с общей глобалистской повесткой дня и мне очень жаль что весь этот разговор застревает на кадрах с минимально возможным разрешением аргументов путин хороший путин анти глобалист путин спаситель он давайте на мгновение представим что это не так давайте представим что может быть путин это ангел спустившийся с небес и он будет бороться с глобалистскими панкстерами восстанавливать национальный суверенитет давайте так притворимся ну почему вся часть российского правительства и ведомства открыты и официально привержены глобалистской повестки дня я спрашиваю людей из альтернативных сми в англоязычном мире можете назвать кого-нибудь в российском правительстве кроме путина наверное нет и это вам говорит о реальных разговорах сумасшедших которые происходят там давайте посмотрим на этих людей допустим центральный банк россии управляющая эльвира набиулина и кто это существо на существо не с острова джекил но вполне может быть так и есть ее прошлое включает себя не только время потраченное в сбербанке если вы знаете россии и читаете альтернативные сми это глобалистский кошмарский биометрический искусственно интеллектуальная технократная корпорация из ада она захватывает российскую экономику и в сам путин поддерживает она работала в сбербанке но является мировым лидером ельского университета многие об этом не знают но эта программа это типа стипендия родоса и вы понимаете что это глобалистская программа для глобалистского обучения в ельском университете была в 2007 году открыта а с тех пор что она там дело была министром экономического развития в российском правительстве прежде чем как перейти в центробанк она защищала российский суверенитет да нет 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 она это не дело она удерживала денежный статус кво и вела новую цифровую валюту центрального банка россии программируемая цифровая кошмарная валюта из ада и русские злятся на это но люди из альтернативных сми на западе говорят ура это хороший cbdc не волнуйтесь ребята они собираются использовать для борьбы с санкциями но россияне то знают что происходит они против этого всего в ближайшем будущем многие персонажи будут против этого о ком еще можно поговорить заместитель министра здравоохранения сергей глаголев который был официальным представителем на последней всемирной ассамблеи здравоохранения в женеве это воз там собирается каждый год и глаголев там был и дал официальный российский указ по сути является печатью одобрения договора о предстоящей пандемии повестки дня в области биобезопасности и он сказал что от имени союзного государства россии белоруссии имею часть поздравить члены этого соглашения и воз с юбилеем и мы хотим усиливать роль в укреплении здоровья населения мира мы надеемся что это организация государства члены смогут развивать и достигать своих целей члены устойчивого развития прогресс в достижении которого замедлился из-за пандемии коронавируса за последние три года пандемия стала беспрецедентным вызовом всему миру и множество проблем возникло и не мы не смогли согласовывать действия и надо отказаться от корыстных вещей которые занимаются многие страны и так далее они одобряют в россии воз и как это видно в россии давайте посмотрим на еще другого человека о которых никто не говорит на западе игорь азеров главный государственный санитарный врач мини бароны россии подписавший 18 июня 21 года приказ об обязательной профилактической вакцинации российских военных от коронавируса которым указаны конкретные военнослужащие сотрудники министерства минобороны должен будет вводить вакцины против ковида и исключения которые существовали из этого правила и потом конечно же есть министер обороны шойгу хвастающийся миллионами доз вакцины которые не получили из 900 тысяч которые они на момент заявления уже были в колонны ну не волнуйтесь ребята это хорошие вакцины произведенные спутником вакцина спутник вида произведенная компания которая была буквально в партнерстве с астразеника это буквально клон вакцины астразеника и аденовирусного вектора но не волнуйтесь это хорошие ребята это хорошая российская вакцина она полезна для вас и так далее кто еще у нас а герман грив который работает в сбербанке в 2000 годах работал министром экономического развития но сейчас является главой сбербанка как я уже говорил является частью внедрения биометрической повестки дня биометрических идентификаторов а также искусственного интеллекта с которым сам путин несколько раз лично разговаривал с графом о том как россия продолжит путь к будущему дивному миру мирового порядка с искусственным интеллектом и сбербанка и это один пример того как путин назнать назначил этого германографа в совет консультантов неправительственной организации земля возможностей россии который он создал в прошлом году для продвижения русской изобретательности инновации а также хороших мыслителей таких вещах как искусственный интеллект и не говоря биометрической системе безопасности которая будет создана в россии об этом говорил совместная декларация например президента си цзиньпина и путина в двадцать втором году или может быть в двадцать первом в котором они присягали на верность к оон и повестке дня от оон тридцатого года и мы идем вместе и продвигаем это все вместе в безопасность все что делается на западе и альтернативные сми на западе это против ну они полностью привязаны к путину и поддерживают это это очень странно но есть гнусное объяснение которое заключается в том что некоторые из этих людей продвигающих эту повестку дня получают зарплату но я не видел квитанции наверное так и есть ну ладно это очень странно что обычный человек ничего не понимает но опять это имеет смысл потому что об этом никто не говорит они все говорят путин хороший парень не поет он борется с глобалистами это низкое разрешение ничего не видно мы застряли в глупом разговоре это показывает как можно людей сбить с толку потому что об этом ничего не говорят только про просто хвалят россию вот что хотел сказать да ты правильно сказал это интересная часть недавно были пожары на гавайях они там захватили землю тот начальник полиции я забыл его имя который прикрывал стрельбу в лас-вегасе время трампа теперь администрации он начальник полиции на гавайях совпадение да пару дней байден сказал я назначил лучшего специалиста по стихийным бедствиям до начала пожара и они об этом открыто говорят на гавайях две тысячи детей пропало это точные цифры а трупы не найдены никто не знает где эти дети мы можем часами беседовать о пожарах на гавайях но то же самое происходит в геленджике там пожары тоже совпадение и был пресс-релиз российского информационного агентства тасс в котором путин сказал глобальное потепление это результат глобального потепления изменения климата я сказал что еще надо знать вам вакцины вам не открыли глаза корр коды карантины россия пару шагов вперед идет чем сша когда вы покупаете мне послал подписчик копии билета на поезд покупайте билет на поезд прямо сейчас есть там килограммы кредитов углекислоты я это передал джиму федереру и разместил на сайтах там вы сэкономили 150 килограмм co2 вместо того чтобы ездить на личной машине спасибо спасибо там есть сайт авито в россии также упоминают углеродные кредиты я имею ввиду мы окружены этими людьми в последнее время я не уверен две-три недели назад был африканский саммит приглашены 500 тысяч африканских рабочих мигрантов в россию которые говорили о повестке против рас и против смешения европейских рас открытых границах скопление тонн нелегальных иммигрантов или легальных их там тысячи я недавно был в тихуане в мексике и весь город полон беженцев из казахстана узбекистана но там мусульмане не хорошие люди но они такие конкретные мусульмане там было несколько русских знаешь когда они узнали меня что я из сша они задавали мне вопросы я им сказал первый вопрос я задал вы знаете что происходит с масками новый мировой порядок диктатура тирания они такие какая тирания я привит все они только было одно исключение я говорил 40 50 человеками кто-то только сказал нет нет я не буду ставить вакцину они все привиты в масках проблем не было меня сказал арчи без всякого уважения тебе говорили что тебе правы ли мозги мне вот это показывает там был секретарь и госсекретарь в сша она сказала белые люди больше всего отвергают маски и вакцины вот почему нам нужно привлекать больше иммигрантов об этом говорят давай вернемся к россии из древнейших самый древний все и европейцы все это идет кавказским гором да кавказ кавказы на английском кокейжин белые люди ну это может быть армения да иран армения грузия россия якобы союзник армении якобы защищает армению как союзник как младшего брата но вот сценарий в армении я уверен вы об этом может не знаете это только что началось на границах армении скапливается огромное количество военных грузовиков оружия техники очень много они работают с турцией с эрдоганом в израиле они все друзья угадайте у российского правительства есть соглашение но называется одкб по одкб они писали как вы говорили о глобалистах они говорят что не надо вмешиваться глобальные планы по структурированию границы привлечению мигрантов со всех стран 24 часа в сутки российское телевидение говорит о том какой плохой премьер-министр армении ну да он фашист глобалист но они не сказали про азербайджан они ему не говорили не приду эй не лезь туда а зачем там столько военных они хотят хороший повод свалить армению и поделить как минимум отдать в руки глобалистов убить молодых парней как сейчас происходит в россии и на украине а потом обвинить премьер-министра армении он начал военные учения с нато видите он нас отвернулся это ваш народ это ваш выбор мы вас наказываем идите к черту мы ничего не хотим с этим делать это ваше правительство ушло к сша я сказал вы идиоты это игра вы что не видите это просто предлог чтобы бросить армению потому что без нее россия не может ее бросить видите эту игру играют открыто средь бела дня и кажется что живем за гипнотизированном мире которому кроме тебя меня еще пара человек я их не буду называть просто они хотят использовать ситуацию все берут сторону все кричат да да вы нас выкинули вы будете как украина ваше правительство не сотрудничать с россией армения разделена на части они говорят путин предатель он продает туркам нас и азербайджан сам раз там нужна америка америка поддерживает а что нато будет вас спасать нато который жег свой остров с людьми вы думаете эти преступники убийцы спасут вас идиотов когда у них это случится один из крупнейших холокостов в истории соединенных штатов америки я говорю о гавайях есть еще другие примеры и вы туда собрались в нато которая бомбила страны последние десять лет вы действительно инфантильные что происходит может быть 5g включили может вакцины работают я у меня нет объяснений джеймс она кажется что невозможно получить сообщение и заставить их задуматься один вопрос хотя бы я думал что они скажут о правда я этого не знал как я могу проверить не нет нет знаешь ты важный момент упомянул достаточно легко понять как правительство и лидеры ими управляют и шантажировать чтобы они согласились повесткой дня и подписали страны в нато и другие организации если допустим пример в ерунду без безопасности лидера которые встали прямо отвергали это они умирали от сердечных приступов их заменяли людьми которые готовы следовать повестки дня и говорить то как говорит воз мы понимаем как это действует если вы идете против вас убивают но почему обычный человек на улице соглашается и проглашает пропаганду это прискорбно но я думаю что люди склонны верить тому что им предлагают многие люди поверят всему чему они услышат ну да этот парень говорит и я этому верю но к сожалению много таких людей общественным мнением можно манипулировать и один фактор люди которые не согласны а может быть я не хочу быть частью нато я думаю это плохая идея их над ними насмехаются и они начинают сомневаться потому что никто с ними соглашается и может быть они думают что они одни но ты сумасшедшие ты страны ты псих лунатик и люди начинают в это самоверить как можем мы противостоять этому я пытаюсь это об этом говорить с моей точки зрения правда есть но я пытаюсь показать это с разных сторон вот что я собрал я думаю что этот разговор действительно является противоядием вот почему они пытаются сейчас цензуру накинуть и мы сейчас это только видим начало и будет все хуже и хуже то что мы сейчас делаем мы делаем диалог это противоядие к этим проблемам и мы это понимаем но я не думаю что широкая публика понимает это настолько то что мы делаем является поистине революционным говорить делиться информацией и идеями вне контролируемая парадигма мы можем говорить то что мы хотим и думаем этому это никому не нравилось никаким правителям нет вот почему они борются с дезинформацией с любой информация который не нравится силам да так и есть я получил ты это много делаешь я получил электронное письмо человека который говорил с многими я не общаюсь они просто сошли с ума они думают о земле плоской это идиоты просто они даже просто могут об этом думать это психологическая программа какая-то посмотрите как движется солнце это перспектива почему так уходит солнце и люди это обсуждают да вы же идиоты просто все что мы знаем уже две тысячи лет назад все просчитали ведь да вы просто сошли с ума как люди не могут понять все не плоская все круглая ну они думают что они что-то знают лучше чем другие они знают какие-то секреты которые никто не знает да да ты очень интересно поднял тему все как я это вижу может быть четырнадцать пятнадцатом шестнадцатом году это на ютюбе появилась там было много материала там не было цензуры больше и больше начала появляться пару каналов которые продвигали конспираторы плоскоземельщики я увидела эту идею которую продвигал сам ютюб и потом многие в это поверили может быть как это происходит все может быть искусственно это продвигается внедрается в голову ну к несчастью против мы сейчас пытаемся в интернете общаться и чтобы здесь все была свобода но вы открываете бутылку с джинном и начинают люди сомневаться со всем может быть люди во что-то верили а теперь они перестают в это верить и все кругом ложь и следующий шаг все враги если кто-то говорит что вода это хорошо значит в воду нельзя пить и какого цвета небо вы начинаете отвергать все это отвержение всего первый ответ на все это его не случилось это не этого не было люди сами не понимают их программируют таким образом выйти психологические операции которые продвигались на платформах как youtube мне пришел email знаешь у меня есть мысль а может быть и на гавайях и никаких пожаров не было это может быть фейковое видео а потом мой друг это обсуждал а может быть это уже все об этом говори теперь вы все будете отвергать и это очень просто самый простой анализ вот почему это популярно это самый простой анализ этого не происходило это самый простой способ отвергать все многие люди теперь будут использовать это этот анализ я думаю это очень опасно мы потеряем связь с реальностью точно цель психологической операции дискредитировать движение вакцины мы говорим о вакцинах а люди начинают говорить о и земля плоско так спасибо до свидания идите в сумасшедший дом второе это запрограммировать людей как вы когда вы убедите людей что нет космоса и сверху какая-то крышка если вы убедите людей в этом следующий шаг вы что трамп спасет вас иисус возвращается юанон доверяйте плану до доверяйте плану это психологическая конспирология да я предупреждал очень много я с ними много не говорю подумайте сами вот вам к ссылка какая-то если это не будут смотреть я тогда их больше не трогаю я не трачу время на них много очень ценных вещей надо делать у нас заканчивается время они продвигают свою повестку дня губернатор нью-мексико сказал ладно я отвергаю конституцию это пустяки и шериф я забыл его фамилию кто ты такая я устал от этого сейчас импичментом губернатор южной каролины говорит чушь не собираюсь закрывать на локдаун не беспокойтесь об этом вот вашингтон пост написал губернатор южной каролины сказала что не собираются вводить локдаун из-за пандемии кови-19 бесплатно иллюзионные карантины которые никто даже не предлагает и сразу после этого продолжается статья ужасные случаи много людей заболевают этим ужасным ковидом все увеличивается опасность но это в двойной двойной психологический прием в одном статье одной разные вещи упоминают итак все что я могу сказать нам нечего терять я помню слова томаса джефферсона джорджа вашингтона живи и свободно или умри но мы почти уже подошли к этой точке чуть-чуть осталось я не хочу жить в сегодняшнем мире и ты не хочешь нет эти слова правильные в разные периоды истории а вы умрете если не будете жить свободно можно и так понимать мы вас убьют и мы подойдем к этому новому миру дивному технократический контроль сожалению мы уже почти там автономное оружие и нам не нажать не надо контролировать разум солдат чтобы мотивировать их на войну это просто будут программисты контролирующие флоты дронов не говоря о других способах которым подвергаемся не военными но биологические атаки информационные атаки экономические атаки и так единственный вопрос что мы будем с этим делать и мой ответ по-прежнему заключается в том наше участие в системе во всех смыслах этого слова позволило и дойти до этой точки и мы должны прекратить свое участие и построить альтернативные структуры которые переживут кризис и грядущие катаклизмы я знаю все сразу скажут но это действительно сложно я бы предпочел просто проголосовать за трампа и он сам все решит но реальность устроена не так и мы можем ее отвергать и можем выдвигать любые безумные идеи но реальность проверить все и в определенный момент если ты не соответствующий действительности ты умрешь и в неприятным образом и так я думаю люди которые имеют голову прямо и понимают природу сейчас время если когда бы то было время собраться вместе организоваться и начать вот сейчас пришло время абсолютно согласен джеймс это одна из главных причин которые мне действительно нравится я чувствую что мы друзья понимаете в каком состоянии находитесь преподаванием занимаетесь почему я буду участвовать в этом а что могу изменить что могу сделать ну ладно это очень почетный поступок вы это делаете потому что твоя душа против этого вы не хотите в этом жить мы это делаем не только для них но для себя я это делаю для своих детей я знаю что будет с детьми моими я боюсь за них да точно так я знаю что ты любишь детей я люблю своего сына будем еще записывать видео потому что у нас много тем которые можно обсуждать каждый день что происходит можно 10 часов беседовать и все не переговорить мы понимаем что происходит в общем нет антиглобалистических сил я жду большой войны и которая будет в армении я предупреждал оппозицию об этом перестаньте принимать сторон не думайте что россия вас спасет они нас продали перестаньте это делать вы как как какие-то дети детском саду и вы говорите нонсенс просто вы друг другом боретесь и у вас там куча полицейских которые защищают режим мы хотим и участвовать в политике вы это к этому привели потому что вы не хотели вовлекаться в политику вы хотели жарить шашлыки и ездить на машине вы больше ни о чем не задумывались я не заинтересован в политике но теперь политика пришла к тебе в дверь и стучится в дверь арминия просто уничтожит она была одной из первых стран а теперь она исчезнет я там родился я американец до мозга костей да да мне надо уходить ну давай свяжемся вместе ты мне расскажи что происходит да это все связано с украины и россии может приведет все к третьей мировой войне хорошо джеймс дорогие подписчики подписывайтесь спасибо что слушали и подпишитесь на его сайт корбетт репорт точка ком ребята поддержите его большое спасибо джеймс